Продолжение следует... Продолжаем разговор. Про, наверное, несостоявшегося мужчину, который всё думал, он это или не он, и как его женщина воспринимает, не воспринимает. Мне кажется, вполне в тему, вполне в тему тому, что рассказывал Дарислав. Мы продолжаем наш живой эфир и переходим к ответу на вопрос. Ну, для начала я немножечко тебя попытаю. Вот когда ты там рассказывал про то, как мужчины с женщинами, дети и так далее, мне вспоминать сразу такой вспомнился при твоих словах такой анекдот старинный, когда мальчик уже в семье стал взрослым таким, уже к 16 годам близок. Ну, и мама подходит и говорит, папа, ну, слушай, ты папа? Он говорит, да, папа, ну, ты глава семьи, да, глава? Ты мужчина? Мужчина. Ну, ты мальчику пойди расскажи, как там это, вот что происходит, чтобы он там всё знал. Чё, прямо сейчас? Ну, конечно, иди прямо сейчас. Ну, он заходит. Сынок, надо нам с тобой серьёзно поговорить. Ну, что случилось, папа? Помнишь? А, нет, ещё забыл. А, говорит, как, на чём, как объяснить? Он говорит, ну, как, ну, на примере животных. Ты же сегодня про животных рассказывал, да? Ну, на примере животных там расскажи. А, всё понял. Пошёл. Сынок, надо нам с тобой поговорить серьёзно. Говорит, папа, о чём? Ну, такая тема важная. Вот помнишь, мы с тобой в прошлом году там в баре загуляли, и потом там где девица? Ну, помнишь, да, там всё, что было? Ну, конечно, папа, помню. Ну, вот зверушки тоже так умеют. Вот, значит, по поводу, когда сорокалетняя, да, вот, скажем, мужчин там до сорока лет воспитывают, вернее, женщины воспитывают мужчин до сорока лет. Мне-то вспомнился такой детский анекдот. Йози, ты сегодня играл на скрипочке? Да, мама, конечно, сегодня играл. А вчера играл? Мама, вчера играл. И позавчера уже сорок лет как играю. Вот, так что, да, до сорока лет. Ну, вот из того, что ты сказал, энергообмен, мне иногда в голову приходили такие мысли, что сводится всё к такому какому-то банальному, очень простому, что ли, то есть вот такой торговый обмен между мужчиной и женщиной. Но ведь торговый обмен между мужчиной и женщиной называется проще проституция. То есть если женщина всё время ждёт от того, что мужчина ей принесёт какие-то благосостояния, средства в семью, шубку ей купит, чулочки или носочки или что-то ещё, и без этого она никак не может сподобиться, чтобы с ним совокупиться, то это как-то так называется больше, мне кажется, проституция, нежели чем семейный союз. Как ты думаешь? Ну, видишь, дело в том, что мы же с вами рассматривали сегодня энергетические взаимодействия, как протекает сила. Сила протекает независимо от того, что ты по этому поводу думаешь. Я тебе объяснил, как текёт сила, как это происходит у животных. И не зря же ведь сказал, что период ухаживания он всегда был и у всех. И не зря же ведь это было. Не зря мужчина вкладывал в женщину и привёл пример на примере поля возделанного, что силу надо вложить сначала, прежде чем получить что-то, получить какой-то урожай. То есть в любом случае нужно что-то вложить мужчине, чтобы что-то получить от женщины. А как ты это называешь? Проституция или непроституция – это уже твоё, скажем так, понимание этого. Женщина может не ждать. Но здесь ведь идёт вопрос о том, хочет она мужчину или не хочет. Готовы? Она может быть головой-то и может, и хочет. Но естество, оно, понимаешь, не откликается. Радости не приносит, оргазма не испытывает. Почему? Потому что всё же на голове построено, да, женщина должна, обязана расти детей, за мужчиной ухаживать. Но почему-то душа, даже может быть и душа тоже лежит. А вот естество не откликается. И если говорить о женских оргазмах, то давай посмотрим статистику. Такая, конечно, вещь, она сложная. Понятно, что статистика – это статистика. Но сколько женщин испытывают радость от соития с мужчинами, с замужних женщин? И почему так много женщин порой уходят налево, направо, так же, как и мужчины? Потому что не понимают этих простых вещей. И я это озвучил не зря в эфир, потому что для людей порой это очень дико слушать, особенно для городских, которые животных-то видели только по телевизору, что, оказывается, их тело тоже живет по законам животных. Точно так же. Те же самые инстинкты у них работают, но для городского человека это вообще неприемлемо. Для деревенских это было всегда естественным состоянием. И раньше, между прочим, боярин весной с бояриней в шатре занимался любовью прямо на борозде, чтобы наполнить землю своим плодородием. А это как назвать? Извращение, как христиане говорят? Ну вот так. Я нисколько не против того, что ты сказал по поводу энергообмена. Наверное, ты прекрасно понимаешь, что энергообмен, я знаю, что это такое. Мы с тобой общались и друг друга понимаем в этом смысле. Нисколько не против этого. Я просто несколько настораживаюсь, когда мы всё сводим к такому упрощённому формату. Вот ты мне секс, а я тебе шубку. Ты мне секс, а я тебе тысячу рублей. Условно принёс домой с работы. Мне, например, в голову никогда не придёт, чтобы свою жену затащить в постель, обещая ей какой-то поход в шоппинг. У нас как-то всё замечательно, хорошо срастается без похода в шоппинг. И, как ты говоришь, оргазм и всё остальное, они достаточно хорошего качества. Извиняюсь за такие уж интимные подробности. Раз у нас такой открытый эфир, зверушки же тоже это умеют, как мы выяснили. Ты чего стесняться-то? Они живут в природе, но так и мы тоже отсюда. Поэтому как бы нам не уйти в сферу подменных понятий, ведь энергообмен может быть очень низкого уровня, а может быть очень высокого уровня, когда вот эти колебания, они могут быть высокие, божественные, а могут быть низкие такие, скажем так, демонического плана, когда вот дашь-надашь, ты мне это, я тебе это. Ведь если мужчина искренне любит свою супругу, если он хозяин доме и глава семьи, а жена любит своего супруга, если она хозяйка в доме, то в этом случае энергообмен проводится несколько по другим правилам, по другим, более высоким законам. И всё там выстраивается достаточно хорошо. И вот этих вот подачек, другого слова я не назову, которые современный мир, как раз ты… Я понимаю, что ты говоришь языком современного мира. Я прекрасно понимаю, что ты приводишь примеры, понятные в современном мире. Но просто мне хочется всё-таки нацелить наших слушателей и зрителей немножечко на другое, на что-то, чтобы вот сказать, да, можно так, можно пойти в магазин, можно пострадать мужчине, пока женщина там будет в примерочной на себя там что-то нацеплять и говорит, ну как дорогой, нравится, не нравится, и воздыхать от того, какая она прям там красавица, как всё здорово. А мужик будет говорить, нравится, нравится, только давай быстрее пойдём, скорее там до койки доберёмся, на то уже весь не могу. Может быть, как-то вот у тебя проскочила хорошая мысль о том, что мужчина на работе полностью выкладывается, работая на чужого дядю, а домой приходит выжатый, но поскольку функционал его ещё продолжает работать, местами без таблеток по имени Виагра, ему иногда приспичивает как-то с женой пообщаться, не только голосом. Вот, и поэтому он предлагает уединиться. А жена, насидевшись одна и не получив от мужа энергии, а просто приглашение в койку, она как-то хочет обратно. Сначала ты мне дай взамен, заведи меня. Если ты не можешь меня завести ласками, массажем, добрыми словами, ведь женщина-то любит ушами, известно всем. Ну, хотя бы тогда я тебе в задницу иголку окну, чтобы ты порал, да, поорёшь, меня заведёшь, вот тогда я тоже пойду и тебе чем-то отвечу. Вот хочется всё-таки указатель такой на более тонкое направить, чтобы наши радиослушатели понимали, что да, можно так, можно через магазин, можно через крик, можно через брань, можно через взаимные там какие-то уколы, а можно по любви, то, что называется. Конечно, можно по печени, как говорил мой знакомый, а можно по любви. Вот есть ли какая-то заготовочка, чтобы вот на этот уровень вывести? Алексей, ты знаешь, дело в том, что да на уровень-то можно вывести. Можно было вообще эту тему интимную не затрагивать, понимаешь? Можно было всё, вот, опять же, по устоям праве рассказать. Можно, как говорится, о бабочках вообще ни слова не говорить, пусть они там как сами, как хотят, так и размножаются. Но от того, что мы будем говорить только о высоком, низкой-то никуда не денется, у нас девять центров. Каждый центр работает на своей волне. Вот. И каждый центр требует к себе внимания. Гармоничный человек, у которого развиваются и существуют девять центров. это исток, зарод, живот, перси, леля, лада, устья, челу и лоб. Каждый центр отвечает за приём своей энергии. И живёт на своих энергиях. И, соответственно, живёт по-своему. Если этого не учитывать, то, соответственно, это будет неполноценное и гармоничное понимание жизни. Поэтому я ещё раз говорю, оттого у нас проблем так много, что мы не знаем, по каким законам живёт наше тело. Поэтому оно живёт всего 60 лет. И всё. А потом оно уходит в утиль. И я считаю, что необходимо знать, по каким законам живёт тело. Оно живёт по инстинктам. Инстинкты знать нужно. Я не сказал, что нужно скатываться до состояния животных. Хотя у нас 80% населения живёт именно по этим законам. То есть как у нас сейчас семьи строятся? Да как? Вот встретились, чада зачали и разошлись. Вот так живут и животные. У них точно так же. У них период спаривания. Они спарились и разошлись. Всё. И больше никаких вопросов. Как сейчас живёт 80% населения? Но я ведь всё-таки за то, чтобы и наша традиция всегда объясняла и говорила, как должно быть. Как деревенские дети живут? Вот ты вырос в городе или в деревне? Ну, я застал счастливые времена деревенского детства. Деревенского детства. Ты ездил туда к бабушке или всё-таки ты жил в городе постоянно? Лето всё. С весны по осень. Половину я жил в городе. Ты видел, как совокупляются собачки? Как это коровки делают? Как это лошадки делают? Ну, обижаешь, начальник. Конечно. Поэтому для деревенского ребёнка это абсолютно естественное состояние. Ему не надо объяснять, как бабочки. Потому что это он видит постоянно. Хочешь, не хочешь, то поросята загуляли, то корову пасёшь, бык на корову вскочил, то жеребец на кобылу. Ну, это понятно, это естественно. И вот именно из инстинктов взращивали потом боярина. Потому что чадо росло в деревне. И чем сильнее была сила, вот эта вот сила здоровья, то есть сила тела, инстинктов, тем сильнее и здоровее был боярин. Городские сейчас болеют от того, что они не связаны с природой. У них инстинкты работают еле-еле. И как не говорить об инстинктах и как они действуют сейчас? Поэтому я эту тему затронул. Нужно знать, как животные живут. Нужно понимать, откуда. Ведь почему у мужчин, между прочим, есть такая пошлая поговорка, что член ровесников не ищет. То есть инстинкт – это слепая сила, которая влияет абсолютно на всех и на всех. Хотя и мужчина, когда у него работает инстинкт, почему у нас сейчас в обществе так много изнасилований и так далее и тому подобное? Потому что люди потеряли связь с правью. То есть у них инстинкты работают, а правь отсутствует. То есть те гармоничные божественные центры, которые инстинкт и уравновешивают. Ведь мы живём в двух мирах одновременно. Тело у нас живёт в мире животном, а душа, дух и разум живёт в мире божественном, в мире божественной прави. И знать нужно и тот, и другой мир, чтобы понимать, как он существует и как он взаимодействует. Я понимаю, конечно, что открытый эфир, и, может быть, этого не надо было говорить так открыто. Но а когда говорить ещё, Алексей? Я с тобой согласен, что нельзя жить как животное, что нужно жить по праве, что не должно быть вот этого потребительского отношения. Но я это объяснял не как правило, а как принцип, как взаимодействие энергии, как они перетекают из одного в другое. Чтобы мужчинам было понятно, почему у женщины всё вроде бы хорошо, но вот нет у неё почему-то радости иногда. От чего это происходит? Вот от того. То, что у вас хорошо происходит, это замечательно, но это не говорит, что у всех так происходит. 60, а то есть 70% женщин не испытывают радости от жизни семейной. Понимаешь? Да, понимаю, понимаю. Я прекрасно понимаю, именно почему ты такие примеры проводил. Я же уточнил, что ты отталкиваешься от того, что сейчас присутствует в мире. И я с тобой полностью согласен. Примеры тобой приведены очень яркие и хорошие. Я к тому, что мы дали один вариант примеров, и всегда в виде компенсации необходимо давать другой уровень примеров, более высокий, для того, чтобы человек, осознав, как эти сейчас процессы в нём протекают, мог понять, что это ближе всё-таки к скотскому, это ближе всё-таки к такому очень низкому уровню. И для того, чтобы у тебя в семье был лад да порядок, для того, чтобы тебя жена не тыкала иголкой, чтобы ты поорала ей выплеснула энергией, которой она подпитается, необходимо просто-напросто делать какие-то вот такие простые вещи, которые выше чуток, но и которые ей дадут пищу, и она расцветёт. А взамен она накормит тебе пищей, приготовленной в любви. Взамен она тебя приласкает. И те усталости, которые ты где-то там получил на стороне, она снимет. И вот это взаимодействие, они будут проявляться в семейном союзе. Ты, с одной стороны, будешь приходить усталым, с накоплением вот этих энергий, жена эти энергии будет снимать и трансформировать, и забирать от тебя, тем самым она будет питаться. Но это всё будет через любовь, а не так, что мужчина пришёл, все эти свои гадкие энергии сбросил, как грязное бельё, сказал, «Настя, рай». Вот такой вариант не подходит. А жена сказала, «Да сам стирай пинка, зад дала». И началась там ругань. Поругались, и такая сказка сразу. «Милый броняц, только тешится». Вот отсюда вырастает. Я прекрасно понимаю, ты очень хорошие примеры привёл, и всё правильно, здорово. Просто я всегда стараюсь получить от сказителя не просто то, что сейчас есть, а ещё как бы вот, а что дальше-то делать, как выходить из ситуации. Но я думаю, что мы потихоньку к этому подойдём. Вот смотри, дело в том, что для того, ну как, чтобы понять, как устроен двигатель, нужно его разобрать, понимаешь? Не разберёшь, не поймёшь. Так вот мы с тобой, мы разобрали энергетические потоки, которые протекают независимо от того, как супруги, ну, по большому счёту, к этому относятся. Они всё равно текут, понимаешь? Утро наступает и ночь. Независимо от того, хотим мы это или не хотим, мы это принимаем. Поэтому мы, я рассматривал конкретно вот те энергопотоки, которые текут от мужчин к женщине и от женщины к мужчине, именно энергетически, независимо от того, как они к этому относятся. Их нужно знать. Понимаешь, вот некоторые говорят, мне повезло. А я говорю, повезло тому, кто знает, где автобусная остановка и расписание автобусов. Вот, то есть повезло, когда ты знаешь силы Вселенной и умеешь ими пользоваться. Поэтому и нужно было знать всегда, как силы текут. Они протекают в любви, когда всё, все всё знают. Они протекают и без вот этих вот насильственных там, ты мне, я тебе. Они автоматически протекают. И супружеская пара, которая живёт душа в душу, у них это происходит без, скажем так, без остановки и без их участия. В любви, как ты говоришь, да. Ну, а если затор какой-то? Ведь нужно знать, как она текёт, чтобы этот затор, скажем так, наладить. Вот. Поэтому и рассматривались все планы. Я же сказал, что и план прави, и привёл пример, как живут животные, но и привёл пример заповеди, которая дана сварагом. На единую жену должен муж посягать. Вот. Поэтому и эфир такой, он, понимаешь, вообще достаточно сложный эфир, потому что людям не нравится слушать, когда я начинаю говорить об инстинктах. Ну, наверное, это и понятно. Но всё-таки необходимо знать этих два мира. Понимаешь? Конечно, у ребёнка там был шок, да, когда он узнал, что балерина ходит в туалет. Но она ходит в туалет. Хочешь ты этого, не хочешь, она всё равно ходит, несмотря на всю её красоту. Давай только про балет не будем, у нас была передача про балет. Сейчас скажешь. Ну вот, всё. На любимую тему поселить. Ну, понятно, да, я об этом и говорил. В принципе, что ты разобрал двигатель, показал, как он там, что работает, где смазка, где не смазка, где что крутится и так далее. И теперь соберём его обратно и уже переходим к тому, а как это всё дело с этим двигателем летает. Ну что ж, переходим к вопросам. Янжа, вопрос эфир. Бабашка и родные придерживаются христианской веры. И интерес между взрослыми… Хороший начал, да? И интерес между взрослыми и детьми пропадает или идёт непонимание, многоточие. Культура, воспитание идёт же от родителей. И что делать более молодым детям? Сначала принимать от родителей христианство, а потом уже повзрослевшие принимать своё решение? Что ты скажешь здесь? Вы знаете, вот сейчас очень сложный переломный период. Это смена эпох. Это смена дня и ночи. Это смена эпох, когда в семье, в рода, которые родились и выросли в эпоху лисы, приходят души из эпохи волков. И они будут жить в этой эпохе. Это вот как советское время и потом сложно-капиталистическое, которое мы… Непонятно вообще, что за время, в котором мы живём сейчас. То есть, когда родители жили советскими принципами, а вот дети, которые к ним пришли, уже живут совсем другими принципами. Мир изменился, и для того, чтобы им выжить, им необходимо полностью перестроиться. И вот сейчас очень серьёзно идёт трансформация, перестройка во многих родах. И сейчас для идеала, конечно, наше время брать… Это время перемен. Это смена одной эпохи на другую. И сейчас вот эти движения, течения в семьях, они проходят очень быстро. И человек за одну жизнь может пройти сразу несколько вероисповеданий. Начиная был комсомольцем, вернее, к Октябрёнкам, у него было одно вероисповедание, потом комсомольцем, потом стал партиейным, потом партия развалилась, куда? Пойду в христианство, стал христианской верой, потом христианство перестало устраивать, куда? Ну, дорос до староверов, до понимания славянского мировосприятия, прожил, а потом понял, что нужно возрождать свой род, и он открыл для себя родовое вероисповедание, вернее, в родовое мировосприятие. Понимаете, и он, получается, за одну жизнь прожил сразу несколько слоёв. Но, если взять, опять же, вернуться к природе, вот, мы же всё-таки должны жить в гармонии с природой, а для этого нужно знать, по каким она законам живёт, иначе какая гармония будет. Вот, только что мы там говорили. посмотрите, дуб, жёлудь упал, он рос на дереве, он упал на землю, начал прорастать самостоятельно, отпускать свои маленькие корешки. Вроде бы, он тоже дуб, но ни той силы нет, ни того, ни тех питательных веществ нету. Всё самому приходится делать. Вроде бы, и дерево рядом, а помочь уже ничем не может, иногда даже мешает, потому что свет закрывает и воды не даёт. Вся вода в кроне застревает. И вот этому маленькому жёлудю приходится как-то карабкаться, расти самостоятельно. И он всё время думает, а кто же он-то на самом деле? Общается с травой. Вот, листочек вылез, на его уровне какая-нибудь там маленькая трава, мурава, например, которая выше не растёт. Вот он с ней разговаривает. Ты, говорит, кто? Я трава. Он говорит, ну, наверное, я тоже трава. Потом, через какое-то время у него листочек дальше растёт, и он уже в среднюю траву. А мурава на него обижаться начинает. Ты, говорит, зазнался. Ты от меня, ты со мной не разговариваешь. А ему уже не о чем с ней разговаривать, потому что он начал разговаривать со средней травой. И спрашивает у неё, ты, говорит, кто? Она говорит, я средняя, я трава. Там я, например, какие у нас там овсюк. Есть такая трава на овёс похожая, растёт, ну, такая средняя. Он такой подумал, ну, наверное, я тоже овсюк. Вот. И живёт дальше спокойно. А тут у него раз, и эти самые листья выше пошли. И он уже на уровне кустарников. Овсюк на него обижается, ты зазнался, с нами не разговариваешь. А не о чем больше разговаривать. А тут кустарники, рядом смородина растёт. Он говорит, ты кто? Я смородина. Он такой думает, блин, ну, наверное, я тоже смородина. Побуду пока смородиной. И вот так он будет расти, пока не наберёт свою силушку и не станет настоящим деревом, дубом. И вот тогда он, когда он поравняется с дубом, и тот ему скажет, так ты же дуб. Он говорит, точно. А кем я только не был, пока дорос до дуба? Вот так и люди. Они проходят порой очень много сословий, пока не найдут своё. И пока в своей силе не воплотятся. И сейчас этот процесс идёт очень быстро. Когда в семье, которые, ну, селяне, рождаются души совершенно других уровней. И они совершенно по-другому растут. И вот здесь, конечно, высшие силы так интересно созидают свой сад, Велес. Вот его эпоха начинается. Он очень часто вот эти молодые побеги срезает с одного дерева и прививает их к другому дереву. То есть эти дети, они уходят от непонимания родителей, находят какие-то общины, какую-то другую поддержку у людей, вырастают, взрослеют в совсем других условиях. Если родители жили, как попало там, отец там, мать бил, пьянствовал постоянно, то сын, глядя на это, он растёт совсем с другими понятиями. Он говорит, у меня не будет так, у меня будет по-другому, у меня супруга будет ходить любимая, и дети у меня будут, и я пить никогда не буду. Потому что он пришёл с другого уровня, и несмотря на наследственную память, он её трансформирует, и создаётся новая семья совершенно другим мировосприятием и совершенно другими устоями. Поэтому сейчас время перемен. И нельзя ориентироваться, как я уже сказал, род вырастить может, вы можете вырастить род, вы можете стать тем вот жёлудем, из которого вырастет новый дуб. Старый дуб, к примеру, болел, у него уже больные корни, он старый, он уже немощный, у него уже ствол треснул, у него болячки пошли. А тут молодой жёлудь пророс рядышком, полез новый дубок, и потом, когда этот дуб умрёт, весь этот дух новый, всего дерева, переместится, переродится в новом молодом деревце. Поэтому, друзья мои, если бабушка и родные придерживаются христианской веры, а вам уже, ну, никак, то есть вы не можете принимать, не надо с ними спорить. Лучше, самый лучший вариант это уехать из семьи, куда-нибудь в Сибирь, там повзрослеть, там выстроить свою семью, пусть без поддержки родов, родичей, но, понимаете, порой поддержка больного дерева травит точно так же здоровую ветку, понимаете? А когда ветка сама свои корни отпустит, то это будет уже здоровая ветка и здоровые корни. Не бойтесь отпускать собственные корни, не бойтесь строить собственный род и начинать с себя, сначала, выстраивая новое дерево. Считайте, что вы жёлы. Ну, так. Понятно, понятно. Папа, папа, кто я? Я тут общался с травой, спрашивал, кто я. Она сказала, что я трава, общался с кустарником, они сказали, что я кустарник. Не, сынок, ты дуб. Почему, папа? Да потому, что ты с травой, с кустарником разговариваешь. Родился анекдот сразу же в эфире. Да нет, здесь же вопрос был такой, что, уточнение такое, что ребёнку-то делать? Ведь он же растёт, и что, сначала получается, надо христианство принять, а потом уже, когда повзрастел, принять своё решение? Или как? Или с детства бодаться и сказать, нет, я не буду принимать? Вот в этом, скорее всего, вопрос-то был. Ребёнок в любом случае, во-первых, ребёнок, он вообще живёт без всяких религиозных догм. Ему вообще всё равно. Пошли родные в церковь, он там иконы рассматривает. Ведь, по большому счёту, ну, прошёл он через христианство, что это, прям так страшно. Родители прошли. В любом случае, он же питается их энергиями, он всё равно через это будет проходить вместе с ними. Другое дело, когда это взрослые дети, осознанные, вот о чём я говорил. Тут же дети, возраст-то не написан. Ну, в общем, да, да. По устою вообще, если сын, вот как, у нас в традиции, то сын обязан был изучить профессию отца. То есть, он был обязан знать наследственные, скажем так, особенности рода, но после 32 лет, после определения, он уже мог выбрать свой путь. Но профессию отца, сословие отца, он знать должен был. мудрость. Да, я думаю, что ни в коем случае нельзя с кем-то спорить, особенно из старшего поколения, с кем-то из старшего поколения нельзя спорить о том, правильно это, неправильно. Лучше всегда, если уж вы принимаете свои решения и вас интересует ведическое наследие, а ведическое — это значит наследие мудрости, да, древности, то в этом случае вы должны проявлять эту самую мудрость, на которую, так сказать, претендуете по вашим словам. А это означает, что вы должны понимать, их выбор — это их выбор. И спорить каким-то образом, доказывать, что правильно, что неправильно. Старшему поколению вы просто не имеете права, не имеете права кому-то мешать пройти свой путь. Это первое. И второе, в таком случае вы должны искать объединяющие вас моменты помимо каких-то там религий, религиозных взглядов, разговоров о вере или чём-то ещё. У вас есть более интересные связи, более незыблемые. Это ваше родство, ваша кровь, ваша генетика, как хотите это называйте. И вот в этом случае тогда вы обязательно с ними найдёте что-то общее, и никакие проблемы в вашей семье тогда порождаться не будут. И вас будут воспринимать так же, как вы воспринимаете других. Воспринимаете ровно и хорошо, и с любовью. И вас так же будут воспринимать. Вот это простой закон. Ну, да, у меня очень много примеров в роду и примеров в общине, когда я и вообще общинникам и ученикам всегда говорю, нельзя, во-первых, своё мировозприятие навязывать другим, они должны пройти свой урок. Нельзя им в этом перечить. Если они христианцы, значит, они должны пройти через христианство. И ни в коем случае нельзя говорить, правильно они это делают или неправильно. Идите своим путём. И очень часто, действительно, когда человек утверждается в своём мировосприятии, он совершенно спокойно относится ко всем конфессиям, в том числе и к христианству. И с родственниками он действительно разговаривает на их языке. Вот. Как, если уж говорить по ведической культуре, то я всегда говорил, вот старовер настоящий, он христианина может понять очень легко. Вот христианин ведическую культуру с трудом может понять, а вот старовер христианство спокойно понимает. Я не вижу каких-то здесь противоречий. Да, здесь принцип поглощения. Больше поглощает малое, а вот малое большое объять не сможет. Поэтому христианство всё-таки как бы кто ни говорил, это несколько упрощённое в понимании. И здесь понять что-то более глобальное иногда не получается. А вот когда мы говорим про ведическое наследие, про ведическую культуру, это всесторонний взгляд. И поэтому христианство отчасти оно взяло очень много того, что было в ведическом древности, но при этом не всё, а только часть. И естественно, что является маленькой частью с наносом чего-то большого своевое. Поэтому понять большее, ну просто не оно, естественно, не христианство, а те, кто приверженцы и в ком уже вот есть какие-то ограничения, догмы так называемые, уже там с трудом что-то получается. Поэтому мне кажется, пришло время не искать раздоры, не искать, что нас разъединяет, а искать то, что нас объединяет. И уверяю вас, религия в данном случае для здравомыслящих человека это далеко-далеко второстепенный, трестепенный, даже и там на десятом месте вопрос. Здесь другое более важно, как человек живёт, по правилам живёт или нет, потому что называть себя можно как угодно. Вот какое клеймо ему в детстве поставили в его семье, он себя с этим клеймом ассоциирует. Сказали ему, что ты там поросёнок, он себя с поросёнком будет ассоциировать. Сказали, что козлик, он себя с козликом будет ассоциировать. А на самом деле, может быть, это совсем другое что-то. Но он-то себя ассоциирует с этим и никакого представления нет. Поэтому не надо спорить никогда. То есть мы с Дориславом единогласны. Мультик, помнишь, советский такой. Когда поросёнок ходил, не хочу быть поросёнком. Ну да, да. Так, ладно. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Дорислав. Если мужчина — глава семьи, то о каких равных правах речь? У головы во всех пониманиях и смыслах всегда прав больше, чем у других органов организма в кавычках. И, исходя из этого, больше обязанностей и ответственности. Ведь мужчина и женщина равнозначные члены семьи, но они равноправные три восклицательных знака. Не говоря уже про чада до 12 лет три восклицательных знака. Благодарю. Ну, наверное, невнимательно всё-таки Олег слушал меня, судя по всему. Вот. Потому что раньше говорили так. Если голова, мужчина — голова, а с этим никто не спорит, и я об этом и сказал, мужчина видит путь развития своей семьи, то женщина — это шея, на которой эта голова держится. И это народная мудрость, между прочим. Вот. Поэтому куда шея поворачивает, туда голова и смотрит. Вот. Друзья мои, мужчины порой, опять же, я ни в коем случае не хочу ущемлять мужского достоинства, вот, но женщины порой тихо улыбаются, когда мужчина начинает якать и кричать, что я здесь глава семьи, вот. Но женщина посмеется, маленький ребенок, там, маленький сын, он же тоже с мамой спорит. Он ей доказывает, кто прав, но кто его кормит. Поэтому обязанностей у мужчины много. Он обязан держать устой в семье, потому что именно с него берут пример. И вот мужчина здесь, в этом отношении, это его полное право, как он будет себя вести и каким проводником прави он будет в своей семье. По каким устоям он будет жить? По праве, по совести, по чести? Либо он будет говорить одно, а делать другое. Как есть этот анекдот, да? Ты там, Ванька, не ругайся, твою мать. То есть так же многие мужчины делают. У них получается, что действительно он прав-то себе больше, выбивает. Он-то самый сильный, пока дети не вырастут. Но я так говорю о все-таки понятиях прави. У мужчин обязанностей много. Он обязан защищать все это дело. Но детей-то ему кто рожает? Его-то кто самого родил? Поэтому, друзья мои, женщины и равноправные, и равнозначные. Так что вот так. А врача-то 12 лет, я вообще ничего не говорю. Так, предполагаю, Олег так думает. Ущемлять-то не собираешься, конечно, но перед большими пацанами тебе это ведь придется за то, что тут всех. Ну, ладненько. Вопрос в эфир от Владимира Владимир Азематич. Здравия, Дорислав. Как правильно отличать структурное и безструктурное взаимодействие в семье от энергетического взаимодействия? Ведь даже банальное «дай воды, пожалуйста, держи на здоровье» может иметь кучу различных вариантов и комбинаций по сути процесса передачи туда-сюда стакана с жидкостью. Ты что-нибудь понял? Ну, я пытаюсь, я вот читаю еще раз так. Владимир Азематич, ты такие прям умные вещи надо говорить, что у нас кипит наш разум возмущенный. Структурное и безструктурное взаимодействие в семье от энергетического взаимодействия. То есть, я так понимаю, правильное и неправильное. Ведь даже банальное «дай воды, пожалуйста, держи на здоровье» может иметь кучу разных вариантов и комбинаций по сути процесса передачи туда-сюда стакана. Закрутил, как Владимир-то, а? Как отличать структурное и не структурное? Нет, вопрос на самом деле очень такой грамотный. Ну как, он правильный. Как вот действительно отличить? Правильно? Правильно? Нет, ну здесь, я так понимаю, все сводится к простому. Вот как отличить, когда есть энергетическое взаимодействие или когда просто структура выстроена, вот есть подчинение. Ну-ка дай сюда швабру, на, держи, на стакан помой, на, помой, или дай, пожалуйста, швабру, да на тебе, дорогой, а стаканчик помоешь? Ну конечно, помою, да? Вот где энергия, а где просто структура взаимодействий? Здесь просто правильно отличить. Ну, когда у тебя в семье все хорошо, когда супруга тебя понимает и поддерживает, когда дети здоровы, вот, как я сказал, мужчину, как раньше оценивали, по состоянию супруги и детей, если все здоровы, счастливы и довольны, вот, ну значит у тебя все правильно, все у тебя структурно, вот, а если у тебя начинаются проблемы, тогда нужно знать, как их решать. Вот. И, если, как говорите уже, как отличить, да просто отличить, если у тебя проблем в семье нету, как американцы говорят, машина не ломается, не ремонтируй, то есть если у тебя в семье все хорошо, ну, все хорошо, все отлично, а вот если начинаются проблемы какие-то, вот, тогда ты начинаешь понимать, учиться структуру, вот, то, о чем мы сегодня говорим, структура это определенное, ну, само понятие структура, да, как мы сейчас понимаем это слово, то, что выстроено в определенном порядке, правильно, структура, вот, тогда ты и сможешь начать отличать, когда у тебя все хорошо получается, в семье лад и любовь, вот это, значит, правильная структура, а если у тебя раздор, постоянные ссоры, скандалы, все болеют, значит, тогда либо ее вообще нет, эта структура, либо она как-то выстраивается неправильно, то есть, сказать тебе, как это отличить, я могу только на собственном опыте, а ты свой опыт наработаешь, когда начнешь в этом разбираться, и когда у тебя начнет получаться, вот я объяснил, какие взаимодействия, причем я это объяснил на примере традиции, на примере сказок, и на примере примеров, на примерах животного мира, которые ты можешь увидеть, вот, то есть, это не взятые из головы, и не придуманные правила и устои, а правила и устои, которые существуют в нашем окружающем мире, в природе, вот, и лучше всего учиться вот эти структуры понимать, глядя и наблюдая за природой, как там происходит вот эти вот структурирование энергии, как они взаимодействуют, тогда тебе и учебники не нужны будут, если ты научишься это видеть, но проверить, как правильно или неправильно, структурно или бесструктурно, ты можешь только на собственном опыте, когда начнёшь что-то структурировать, и неважно, семья это, постройка дома, ремонт автомобиля, или общение с людьми, только собственный опыт, может тебе подсказать, где структурное, а где не структурное. У меня так, Владимир, Змутич, предложение, вот смотри, Владимир, сколько ушло времени на то, чтобы расшифровать твоё послание, да? И всё бы было намного проще, если бы, к примеру, ты заменил слово структурное и энергетическое слово и структурное, вот эти два слова хотя бы, на русские понятные нам образные слова, а не на безобразные иностранные. Дело в том, что когда мы употребляем иностранные слова, у каждого есть своё какое-то представление об этом слове и своё понимание, но образа нет. А когда употребляется наши родные исконные слова, то в этом случае в них сокрыты образы, которые испоганить достаточно сложно, которые вратить достаточно сложно. И вот, если бы ты задал вопрос с нашими русскими словами, то тогда бы намного быстрее произошло понимание того, что ты от нас хочешь, и намного быстрее произошёл, был дан ответ. Поэтому предложение как здравомыслящему человеку попробуй в следующий раз, задавая очень правильные вопросы, использовать наши родные образные слова. Вот увидишь, как всё будет проще и понятнее для нас и проще, понятнее в наших ответах для радиослушателей и зрителей. Идём дальше. Вопрос в эфир от Владимира Замытича. Энергетическое взаимо... Чего ты сразу смеёшься? Ты слышишь... Это же тот же Владимир Замытич? Конечно. У тебя сразу истерический смех начинается. Ну ладно. Продолжаем. Вопрос Владимира Замытича. Энергетическое взаимодействие между мужем и женой происходит напрямик или через посредника род? Да, слушай. Но посредники раньше были, кстати. Это вот есть поговорка со свечкой стояла. Так, мы сейчас опять куда-то углубимся, да, я так понимаю? Ну так было, город, но я так отвечаю на вопрос род. Род в понятии энергии, род в понятии родственников, то есть взаимодействие между мужчиной и женой происходит напрямик или через посредника. Я объясняю, что были такие случаи, когда из-за чатия происходило публично, чтобы однозначно доказать, что это наследник. Было у дворян такое? Было. И что проверяли? Произошло, не произошло. Посредник иногда был. Но это были не совсем, на мой взгляд, лицеприятные дела, когда посредник род. Вот, все-таки между любящими супругами никаких посредников не бывает. У них бывает опора на праве, опора на совесть и опора на любовь. Ну, это мое такое понимание. А посредник, я даже понять здесь не могу, каким образом это все вот. Ну, как посредник, это как? Ну, давай проще, давай проще. Во-первых, там лицеприятно-лицеприятно это все действие. Ну, как сказать, как сказать? Может быть, кому-то понравится. Тем более, сейчас у нас все с камерами ходят в телефонах. Ну, если серьезно говорить, то, наверное, так. Давайте мы просто представим себе, что такое есть род, ну, не с точки зрения человеческого, да, чуть-чуть повыше поднимемся. Вот, если мы поднимаем чуть повыше, ну, представьте себе, женский род, мужской род, да, вот у мужчины свой род, у женщины свой род. Мужчина берет женщину в свой род. Эти рода соединяются, и мужской род берет ответственность за то, чтобы основа женская из того рода самая лучшая передала здесь, а он свой род продлил, основываясь на здоровом роде женщины, да, то есть мужчина взял ответственность за себя, он принял ее, но в этом случае женщина уже вошла в его род. Соединяются два знатных рода, ну, если ты часто употреблял слово боярин, то в этом случае тогда, наверное, давай употребляем так, боярские рода, то есть боярский род один свою девочку, свою наследницу выдает, отдает в другой боярский род, и мужчина принимает. Вот наследие по женской части, вот этой материнской матрицы, она передается, и это будет здоровая основа для детей того рода, куда она вошла. Так вот, ну, я думаю, схему понятно объяснил. Дальше, если же мы теперь рассматриваем, что один род взял к себе другой, то получается, он посредником уже не может быть. Ну, как он является посредником, если вы находитесь в нём? Ну, как? Ну, что, вода является посредником для рыбы, что ли, которая в ней плавает? Воздух посредником для того, кто дышит, что ли, воздухом? Ну, как? Это невозможно. Вы находитесь внутри. Это не тот, который между вами стоит. Это, мне кажется, уже какое-то такое нововведение из какой-то религии, где, да, посредник нужен тот, который вас заново воссоединяет с чем-то, который вас заново связывает. Вот в этом случае, да, если мы говорим про религиозные какие-то отношения, то в этом случае, да, то там как раз может быть тот самый со свечки, который стоит и является посредником. Если мы говорим про наше родовое, то вы вошли в род, вы приняли в род, вы взяли в род, вы в роду находитесь внутри. Внутри он не может быть вашим посредником. Дальше, если мы говорим про рода, которые человеческие, которые ваши предки, то они находятся за вами, они, ваша опора, вы на них опираетесь, они тоже вашими посредниками не могут быть. Если вы говорите про тот род, который основа всего вообще, то тем более он не может быть посредником. Так что, Владимир, мне кажется, ты немножечко не разобрался с материальной частью вот в этом вопросе. Ну, у меня такое впечатление сложилось. Посредником род быть в данном случае не может. Ну, хорошо, мы с своей точки зрения... Я думаю, надо вопросы. Ты уже правильно указал на то, что нужно вопросы все-таки более, наверное, корректно задавать, потому что вот здесь род можно понимать как угодно. То есть и как родственников, и как род энергетический. То есть Владимиру... А может быть чужой род, который со свечкой стоит, да? Ну, а ты знаешь, что деревенские, раньше деревенские традиции были таковы, что невеста на следующий... Это даже в 50-х годах в деревнях практиковалось. На следующий день после первой семейной супружеской ночи вывешивали простынь на забор. Вся деревня смотрела, есть там на ней что-то или нет. Это известно. И до сих пор в некоторых районах, где живут горцы, это все продолжается и известно. И аварцы, и кумыки, и лезгин. Там, получается, посредниками все селение находится. Да, там собираются все. Да, там собираются все. Там приезжают из разных аулов, селения. Если вдруг чего-то не то, это опозорилось. Ты чего? Поэтому там даже есть танцы с... Ну, там, не с простынью, с платочками. То есть передается платочек в некоторых родах. Такое есть. Передается платочек. И мужчина, если там все произошло, он этим платочком, значит, там раз промакивает и в окошко передает. И с этим платочком родственники пляшут. Случилось все. Наконец-то вот в рот женщина вошла, и все. Она чистая была. Такие есть у горцев обычаи. Да, правильно. Так что здесь это все нормально. Ну, я просто говорю, мы же все-таки говорим про свои рода. Я тут пошутил чужой род, да? Может быть, иной род там стал посредником. Такое бывает. А что касаемо вот этого всего, на мой взгляд, это появилось уже несколько позже. Если мы говорим про, скажем так, средневековье, когда был серьезный упадок, и мы находились не то что там в железном веке, а в глиняном веке, когда нас очень сильно отбросили, и большинство реконструкций, они как раз отправляют нас к X-XIV веку, вот в этом диапазоне, да, там средний-XII век. Вот. Там это был упадок, и многие традиции, они были потеряны. И поэтому людям приходилось реально выживать. Реально выживать. И переходили в этом случае на очень жесткий приземленный уровень, который можно с животным уже сравнивать, потому что здесь была просто борьба и война за жизнь. И я нисколько не удивляюсь, что такие вот традиции тех времен до наших дней дошли. Но если мы только на этом останавливаемся, на раннем средневековье, то как-то мы забываем про более древность нашу, более значимую, которой многие сотни тысяч лет. Там такие доводы не нужны были, там всё происходило на других уровнях. И вот сейчас пришло время… Экологически можно было всё видеть. Да, да, да. И у нас сейчас пришло время уже переходить от этого глиняного состояния и перестать уже реконструировать то, что до нас донесли какие-то писания тех, которые к нашей древней культуре люди относились не очень хорошо и сочиняли много сказок различных, в плохом смысле этого слова, восстанавливать всё-таки более древность, более древние наши знания, где более справедливо, более правильно всё было. Вот мне почему-то так кажется. Вот здесь написано «это от недоверия». Ну понятно, вот я и говорю, что недоверие идёт там, где есть ущемление понятий и представлений, там, где мозг берёт своё, а мозг, он ограничен, и мозгу необходимо существенные вещественные доказательства. Если же мы говорим о мудрости, то тогда мозг является всего лишь навсего исполнителем, рассчитывающим курс, который задаёт кто-то свыше, о чём как-то уже неоднократно я говорил, и в разных эфирах мы тоже говорили. Поэтому давайте-ка мы просто определимся, мы куда хотим вернуться? Мы хотим вернуться в Средневековье вот это, когда что-то происходило очень неприятно, и были утеряны многие связи, и вот тогда как раз религии пришли на выручку, чтобы людей как-то удерживать в рамках. Мы ведём разговор о дарвиновском каком-то мировосприятии, и тогда от обезьяны, или всё-таки мы ведём разговор о той сути нашей древности, которой многие миллиарды, триллионы лет, и наши там рода, они ведут свои, как бы так, наследия и нити родов наших с иных земель и иных пространств и так далее. Вот как-то давайте определимся, о чём мы говорим, а то как-то мы крутимся вокруг да около и не можем понять вообще, кто мы. Ну, ладно, это так, пожелания. Идём дальше, да? Вопрос эфира. Да, хотя вот раньше была такая мудрость, и она сейчас неприемлема, что женщина кого в сердце носит, того и под сердцем выносит. Вот, видишь, как замечательно. Кстати, на самом деле ведь, если так разобраться, если женщина не какая-то шлюха, вот извините уже за такой фольклор, да, но слово такое шлюха шляться, которая пошлялась там в поисках своего так называемого мужчины, богатого, состоятельного, красивого, сильного, смелого и так далее, да, и этот был несостоятельный, этот был некрасивый, этот там ещё какой-то так, 10-20 у него было партнёров, ну, шлюха, клейма негде ставить, да. Ну, в этом случае тогда с ней всё понятно, и кого она под сердцем носит? Да кого там всех носит? Она там может носить самое худшее от каждого из них, потому что самое худшее, оно прививается проще всего. Вот, и тут надо понимать, что… А что заставило женщину туда идти? Мужики-то многие инфантильнее стали, они забыли, что они мужчины, их приучили… Они, вернее, не забыли, они даже не знали. Их приучили к тому, что они там должны за собой, за внешностью в первую очередь следить, они должны там машину, приобрести квартиру свою, а потом уже думать о том, как бы чего, и появляется узаконенная проституция. Вот. И естественно, что женщины не находят того, кого необходимо ей. А если бы мужчины были настоящие, настоящие такие, где и мужчина, и мужик, всё, да, и мужского чина он, и знает, как чего делать, вот в этом случае бы очень было бы проще женщине выбрать того, кто бы дал ей ребёнка, похожего на него. И вот тогда бы случилось то, о чём ты говоришь. Под сердцем она носила того, кто в сердце. И вот тогда всё на место остановилось бы. Ну ладно, идём дальше. Я же, вопрос в эфир. Энергетическая взаимосвязь мужа и жены связана с современными гороскопами. Вот так вот. Ну как? Гороскоп, конечно, оказывает влияние. Ведь мы рождаемся, воплощаемся. И в этот момент звёзды, Земли отпечатывают в наследственной памяти отпечаток. Соответственно, каждая Земля, каждое Солнце, каждое светило имеет свой спектр энергетический. И он определённым образом влияет на будущий характер человека. И об этом звездочтение говорит нам и в традиции, и современной. То есть, да. Но нельзя забывать о том, что есть наследственная память, а есть память сути. Вот. И как вот сейчас, например, когда боярско-княжеские рода практически были истреблены у нас, а дух боярский, который там жил, развивался, но не полностью сформировался, не успел, ему нужно воплотиться и продолжить своё развитие, он смотрит, нужно воплощаться, а ветки остались только селян, и ему приходится воплощаться туда, в род селян. И потом вот эту вот наследственную память полностью трансформировать, модернизировать, перестраивать, чтобы она могла соответствовать его запросам. Вот как в советское время из таких неграмотных селян рождались великие полководцы, великие деятели, управленцы, там, заводов и так далее. Спрашиваются, как у него в наследственной памяти нет таких качеств? Откуда он их взял? Приобретённые? Но почему тогда его братья не стали такими же? Почему один вышел и стал Жуковым, Георгием Константиновичем, а все остальные остались такими же селянами? Потому что его дух, его суть была другого уровня. И сейчас очень часто происходит именно так, когда в семьях воплощаются дети, чада и высути с других уровней, более высоких. И они по внутреннему состоянию гораздо старше своих родителей, хотя им 7-8 лет. Так вот, влияние оказывают гороскопы, но оказывают они пропорционально зрелости души. То есть, если душа зрелая, то на неё гороскоп оказывает меньшее влияние. Если не зрелая, то полностью она подвержена наследственной памяти, тогда гороскоп на неё влияет очень сильно. Поэтому, да, подбирались раньше и по гороскопам в том числе. И по прошлым жизням смотрели, когда семейный союз освещали. То есть, всё учитывалось. И звездочтение в том числе. — Янжел вопрос в эфир задаёт. Как развивать свою энергетику? Хотя для начинающих через цигун… Вот опять смотри, слово «энергетика», «цигун». Янжел, попробуй сформировать вопрос таким образом, чтобы всё-таки русские слова звучали, русские понятия, образы. Ну, вопрос задан, давай попробуем ответить. — Ну, энергетику я люблю называть силой. Это наше слово. Ну, или мочь. Что можешь, а что не можешь. Ну, магия, так сказать. — Ну, понятно. А цигун? — Вот. Цигун, ну, это же китайское название. Я даже не знаю, что это такое. Это одно из направлений, я так понимаю, энергетических, силовых вот этих вот, подобрать-то слово, тренировок. Тренировок собственного духа и тренировок собственной силы, умение ею управлять в своём организме. Вот. Как начать развивать? Ну, сейчас очень много семинаров, очень много видеоматериалов. И у Алексея на радио можно найти очень много. И, Алексей, наверное, ты даже лучше ответишь, кто занимается вопросами. Я занимаюсь, то есть я умею управлять силовыми центрами, то есть включать их по своему желанию, особенно четвёртый и третий, в зависимости от того, какую выполняю функцию. Потому что функции мы выполняем разные. Иногда нужно творить, то есть творчество проявлять. Тут нужен четвёртый, душевные центры. А иногда нужно управлять материальными вопросами, делом, структурировать пространство. Там нужен третий центр. Меня этому учили в училище Асгарском управлять силовыми центрами, уметь их прокачивать для начала. То есть у нас их девять, этих центров. Нужно выучить для начала, где они находятся, на каком они находятся, физиологически на каком месте, то есть исток, зарод, живот, где. Есть практики, которые позволяют их активизировать, то есть прокачивать. И постепенно у человека формируется, во-первых, визуальный образ. То есть как выглядит центр. Центр может выглядеть в виде сияющего шара внутри тела. Вот на уровне живота это оранжевый шар, на уровне перси это золотистый шар, ну и так далее по цветам. Это могут быть визуально энергетические свастики, как одолень трава, то есть это двунаправленные свастики, потому что наш силовой центр, он одновременно и излучает, и поглощает энергию. И вообще наше мировосприятие, оно во многом связано от того, какой центр активен у человека. И если брать опять грубый пример, который все не очень любят, но я все-таки приведу, когда на современной пьянке-гулянке, значит, каждый мужчина, в зависимости от того, какой центр у него развит, он начинает заниматься этим делом. То есть у кого второй центр, тот по женщинам начинает бегать, у кого третий, вот, тот вообще не напивается, сидит все о жизни, о политике, у кого четвертый, тот песни поет, веселится как может, у кого первый, тот себе драку ищет обязательно. Вот таким вот образом. Но развивать силу свою можно, если есть желание, найти и в интернете много, и уроков, и лучше всего учителя найти подходящего, который бы мог тебе это передать, как говорится, с глазу на глаз, или с руки на руку. Раньше было такое понятие, снять с рук. Так вот, это самый лучший способ, потому что веды живым словом передаются, от учителя к ученику. Ну хорошо, чтобы Янжи как-то прояснить ситуацию, необходимо понять, что цигун переводится, ци — это энергия, гун — это движение, направление. Получается, направление энергии — это упражнения, которые могут быть и силовые, и не силовые, энергетические, основанные на даотских практиках, на алхимии и так далее и тому подобное. То есть в зависимости, какое направление цигун, рассматривается. Поэтому, по-русски говоря, ци — это сила, если говорим по-нашему, по-нашенски, да? А гун — это движение, направление, то есть управление силой. Вот и всё. И если мы рассматриваем энергетику, то есть силовое что-то, энергетику если так перевести, то получается так, как развивать своё силовое хотя бы для начинающих через управление силой. Ну вот, если мы начинаем разбирать по-русски слова, то получается иногда просто такая непонятная фраза. А так звучит красиво, энергетика, цигун. Так всё очень просто. Приходите на занятия к нам. Дорислав. Кстати, ну, в качестве рекламы, не рекламы, мы сейчас Центр Родосвета, это Центр Родовой Традиции, тоже планируем делать выездные сессии, вот, где будем мудрость родовую учить, преподавать, и энергетика, и звездочтение будет, и богословие, и деторождение, то есть то, о чём мы сегодня говорили, и не только, и многое другое, всё будет в этом центре, в этой школе, будем учить, объяснять, ну и так далее. Опять же, не поймите, это превратно. Сейчас Алексей начнёт приводить анекдоты, чем мы с вами будем заниматься. Вот, то есть мы будем учить родовой мудрости. Чё это ты так сразу про Алексея плох-то? Я никаких анекдотов не собирался рассказывать. Ты говоришь о серьёзных вещах. Нет, нет, нет. Ты говоришь о серьёзных вещах, и сейчас школ различных существует уже много, и я рад тому, что школы, как говорится, на любой вкус, и это правильно. Сейчас время становления, становления наших каких-то направлений возрождения, и здесь надо понимать, что школы, каждая школа что-то несёт своё. И вот на вкус и цвет сейчас предлагается уже большой такой, ну, грубо говоря, ассортимент. И вот есть возможность сейчас каждому что-то попробовать, посмотреть, подходит, не подходит. Поэтому никаких анекдотов здесь я говорить не буду, всё очень серьёзно. Вот недавно был разговор у нас про школу слова, «Видическо-культурный центр слова». Там тоже рассматриваются серьёзные какие-то направления. Поэтому если у вас есть желание обучаться, если у вас есть желание чему-то учиться, что-то постичь, то в этом случае вот перед вами раскрывается вот это направление, и это, и это, и это. Если вы хотите по стареньке, всё там смотреть на восток и на запад, ну, тогда вам нужен цигун, тогда вам нужны какие-то ещё там другие практики. Вот. Но надо понимать, что те практики, они адаптированы под те народы. А у тех народов несколько иная генетика, несколько иные рода, несколько иные задачи. И адаптация может, ну, под их рода, под их задачи, может с вами сыграть злую шутку. Вот это необходимо понять. Да, надо с уважением относиться к восточным единоборствам, к восточным практикам самосовершенствования. Обязательно. И, может быть, на каком-то этапе начального становления они вам дадут очень много в виде базиса. Но когда переходим мы уже на более высокие какие-то понятия, вибрационный, а, точнее сказать, колебательный уровень, да, более высокий, божественный, то в этом случае тогда так или иначе дополняется понятие род. И если практики, если занятия для иных народов основаны на генетике ихней, то в этом случае для вашего рода на уже уровне совершенствования они не могут не подходить, они могут вас начать тормозить. Вот это необходимо понимать. Как-то так. Поэтому цигун, конечно, хорошая штука, замечательно, и основы прекрасные. Вот мне нравятся цигуны вообще, там несколько направлений. И в своё время я это дело изучал, и очень всё хорошо, очень замечательно, но до определённого уровня. Если, например, китаец или другой какой-то, не будем сейчас перечитать все национальности, он в этом цигуне вот будет жить всю жизнь. Это для него вот основа. Это для него сама жизнь. То русский человек через цигун проходит очень быстро. Ему достаточно год-два, и он становится мастером, и ему дальше становится тесно уже в этом направлении. Он начинает искать что-то другое, он уже это всё познал. Тем ребятам может быть непонятно, а как так? Мы этим занимаемся всю жизнь, а ты уже это познал, идёшь дальше. А им дальше идти некуда, ну потому что цигун под них заточен. Это их жизнь. Это неплохо, это нехорошо. Просто так есть. А вот для русских есть что-то своё, где он будет жить всю жизнь. А китайец, например, придёт, что-то возьмёт, какие-то кусочки, скажет, о, у меня цигун есть, и пойдёт к своему цигун. Надо понимать, для каждого рода есть своя адаптация здесь на Земле, своё приспособление для Земли, своя заточка. Если вы крутитесь в чём-то чужом, то в этом случае вы своего не познаете. Вот к чему я. Не к тому, что там... Сейчас подумаю, вот на китайца наехал. Да не наезжай на китайцев, хорошие ребята, если они занимаются своим делом, как и другие народы. Да, ты вот хорошую такую действительно затронул тему. Дело в том, что если вернуться к садоводству и огородничеству, вот, то каждое живое существо, как и каждое растение, оно создаётся в уникальных индивидуальных условиях климатических. И для того, чтобы это растение, это яблони или груша существовало лучше всего и приносило плоды, она должна быть в этом, в этих климатических условиях. То есть в них она лучше всего развивается, в которых она изначально была создана. Поэтому каждая культура и традиция это устой или внешняя среда для народа. Поэтому народ лучше всего развивается в той культуре и традиции, в которой он был создан изначально. Поэтому наше изначальное и ведёт нас к возрождению. Именно наше вероисповедание славянское ведёт к возрождению и процветанию рода. И я это могу сказать и на собственном примере, и на примере своих общинников. Именно наша культура, именно наша традиция, она реально, действительно, даже в наше время, особенно в наше время, приводит к процветанию. Здесь надо учитывать. Никакие другие культуры не приводят к полноценному процветанию род. Потому что очень часто я встречал, когда люди обеспеченные, но не придерживаясь родового мировосприятия, не воспитали детей, им это наследство передать некому. Потому что всё, некому, предприемников нет. Даже если дети физически, но они не взращены были вместе с отцом в устоях, они это наследство растранжирят первые же несколько лет, вот и всё. Или начнут драться из-за него и поубивать друг друга. Только наше родовое мировосприятие, наша культура ведёт к процветанию нас. Не китайцев, не японцев, а нас. Здесь надо учитывать немаловажную такую основу, что сейчас очень популярно стало славянское направление, и много появилось так называемых волхвов, жрецов и течений, которые себя называют славянскими. Но при этом, когда вы начинаете изучать, что же там происходит, вы хватаетесь за голову. Это, грубо говоря, может быть перекрашенная какая-нибудь христианская секта, которая себя почему-то называют славянами. Или это какое-то из племени Тумба-Юмба какое-то направление пришло. Или это что-то восточное переделанное подславянство. Или ещё что-то. Где-то там чернуха конкретная. Недостаточно называть себя русским человеком. Недостаточно называть себя русым. Недостаточно называть себя славянином. Необходимо этому соответствовать. Поэтому, когда вы с кем-то знакомитесь, и кто-то себя называет как-то. Вы встречать-то встречаете потому, как он себя называет, но вы во время беседы какие-то выводы делаете. А соответствует ли он тем заповедям и представлениям, которые на самом деле объясняют славянин он там или не славянин, русич он или не русич? Вот если вы будете делать такие выводы, тогда вас ловушки уже затянуть и будет невозможно. И тогда вот эти так называемые новоиспеченные обряды деи где-то или волхвы, или жрецы они просто-напросто останутся не у дел и будут искать новых каких-то адептов для того, чтобы с ними заниматься чем-то таким непонятным. Может быть они в чёрный цвет покрасятся, серьги себе в уши воткнут и будут с копьями вокруг костра прыгать. Может быть там эскимоски на себя одежды оденут. Потому что славяне серьёзно, когда относятся к пониманию своей культуры, то их уже тогда не проведёшь. Ну вот такое небольшое предостережение. Но не вздумайте теперь всех сейчас сказали, вот на радио там сказали всех теперь не вздумайте сразу там называть, ага, там типа крашеный и так далее. Нет, просто относитесь очень очень так здравомысленно. По поводу же сельских каких-то наших сельскохозяйственных вопросов земельных, садо-город, да, как ты привёл, то продолжение такое. Если пальма себя чувствует прекрасно на юге, то пересаженная пальма где-нибудь в северные леса, не в оранжереи, а просто в дикую природу, скорее всего после первой же зимы загнётся. И то же самое, если взять ёлочку откуда-нибудь с севера и перенести её куда-нибудь в пустыню, тоже ей хорошо там не покажется. Так что всё должно быть к месту и к роду, и к тому, что вот должно быть. Ну что, идём дальше. Как-то мы тут тормознулись на этом. Продолжение слушайте в следующей части.